Каким бы видом деятельности вы ни занимаясь, помните, сохранение здоровья на рабочем месте необходимо всегда. Об этом мы и поговорим с нашими гостями. И вот так, у нас в студии. Давай, Юр. Давай. Заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов и организации медицинской профилактики областного центра общественного здоровья и медицинских профилактик. А также Виктория... Зоя Гончарова. Зоя Гончарова, а также Виктория Кузьмина. А исполняющая обязанности начальника отдела разработки, реализации, мониторинга муниципальных программ общественного здоровья и корпоративных программ укрепления здоровья. Доброе утро. Поговорить о здоровье, да еще и на работе. Раз так бывает, обычно люди на износ идут туда. На износ, оказывается, можно работать и укреплять здоровье. Это как? Что это за программа, расскажите. Добрый день. Ну, во-первых, мы должны рассказать, что Центр общественного здоровья, вот оно так красиво прозвучало. Думаю, что стоит отметить, чем конкретно занимается Центр, чтобы перейти к основной теме. Центр общественного здоровья, основной задачей которого и является формирование той самой среды общественного здоровья, отказа от вредных привычек, приверженность к правильному питанию, в том числе и для тех, кто трудится каждый день, для работающего населения. Естественно, мы ориентируемся на всю страну. Существует такое понятие, как национальный проект «Демография», в рамках которого входит проект укрепления общественного здоровья. Данная программа как раз и ориентирована на все возраста, на всевозможные социальные группы и отдельно, конечно, на трудоспособный возраст именно на работе. В рамках программы формируется определенный вид деятельности, мероприятия, которые и реализуются Центром. Естественно, мы хотим, чтобы все наше население было здорово, отказывалось от всевозможных вредных привычек, поэтому мы идем не только на всеобщее обозрение или на предприятия, но и ориентированы на конкретные коммуниципальные образования. Что это значит? То есть мы проводим статистику причин смертности, определенной заболеваемости, определенных факторов риска, которые существуют в коммуниципальном образовании. Отдельно прописываем под них большую коммуниципальную программу, и с этими мероприятиями, как с большим планом, идем, конечно же, с целью профилактики. Круто! Я хочу сказать, ну, у каждой работы, Юр, ты понял, мы от чего можем тут перетрудиться, устать? Я лично? Да. Я могу, я рано встаю. Я хочу спать, ты имеешь? Да. Сейчас быстренько побежит женщина, накинуть на тебе одеяло, положь подушку, и ты поспишь. Но у каждой организации есть свои минусы в любом случае. Человек устает на работе, да? У кого-то сложное производство, у кого-то сидячая работа, тоже плохо складывается. Обед не дают. Как составить вот эту программу? Вот эта программа, да, что она себе включает? Зарядку. Отказался от вредных привычек, вот тебе еще сверху премию маленькую, но тем не менее. В этом году, в 2020-м, в трех муниципальных образованиях нашей области, это Наримановский, Янатаевский район и Володарский, внедрена муниципальная программа укрепления общественного здоровья. Она рассчитана на все возрастные категории, в том числе на трудоспособное население. Что сюда в себя включает? Это мероприятия, которые направлены на профилактику и на формирование здоровой среды этих людей. И в данной программе очень важный раздел – это внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работающих на предприятии. Заболеваемость нашего населения, она возрастает, к сожалению. И это касается, в первую очередь, трудоспособного населения. А значит, мы можем сказать, что мы теряем квалифицированные кадры. При приеме на работу возникают сложности, потому что некоторые организации, они не берут больных, к сожалению, людей. Поэтому у нас встает вопрос о разработке корпоративной программы. Это под каждую организацию индивидуально идет подход? Да, конечно. Мы берем в разряд некоторые предприятия, работодатели, которые согласны с нами работать. В настоящий момент уже проводится анализ заболеваемости сотрудников. Это проводится, возможно, методом анкетирования или скринингового обследования. То есть учитываются факторы. Имеется у человека артериальная гипертония, курит он, употребляет. Вот у меня. Правильно ли питается? Правильно ли он питается, какой образ жизни он ведет. Также учитываются и профессиональные факторы, конечно, воздействующие на предприятие или в организации, в которой он работает. То есть это нам необходимо для того, чтобы совершенствовать те мероприятия, которые будут реализовываться на данном предприятии. Именно конкретно при работе с определенным контингентом работающих. Наверняка нужно будет... А кто надо, руководителя сейчас замотивировать, наверное? И поэтому мы пришли к вам. Вы знаете, здесь, да, вы правильно говорите, необходимо замотивировать руководителей. А какая мотивация? Это сохранение трудового потенциала, это снижение заболеваемости работающих примерно на 30% в год. То есть это финансовое благополучие самого предприятия. Меньше, прежде всего, больничных листов. Меньше оплат на больничные листы. Это очень важная составляющая сохранения финансовых средств на предприятии. Любая забота о своем сотруднике мотивирует уже сотрудника. Соответственно, есть выхлоп для работодателя. Конечно, конечно, мы об этом и говорим. М-м-м... Как сам процесс, да? То есть вот проходит анкетирование, да, какое-то что-то, вот вы поработали с организацией. Ну, узнали, да. Да, узнали. И потом что? Индивидуально каждому работнику или это общие какие-то даются профилактические такие нормы, что вот... Все на зарядку с утра перед началом. У вас, вы работаете на телевидении, вам надо обязательно ложиться спать в 9 часов. Всем ведущим утреннего шоу, всем подъем, потому что вы стоите рано. Ну, примерно так, как это в общем. Она потому и называется корпоративная программа, потому что вы работаете в общем коллективе. И, как правило, цели и задачи одного предприятия, они более или менее имеют одно направление. Поэтому, конечно, разрабатывается примерный план для всех сотрудников. Но дальше уже идет разграничение. То есть, если этот сотрудник курит, то собирается одна группа курящих. Ну, не обязательно сразу увольнять, зачем так. Собирается группа курящих. Или группа тех, у кого низкая физическая активность. То есть, это могут быть офисные работники. Потому что есть администрация, в которой работают за компьютером, и у них мало подвижного образа жизни. Либо это могут быть станочники, правильно? То есть, мы разграничиваем эти категории людей. И под них разрабатывается уже внутри корпоративной программы отдельный план, которому они либо следуют, либо не следуют. Но здесь очень важна роль самого руководителя. Потому что мы должны учитывать не только профессиональный фактор, правильно, воздействующий на человека. И не только должны рассматривать профессиональные заболевания. Нам очень важно исключить социально значимые хронические заболевания. Такие как сердечно-сосудистый, онкологический. Поэтому мы и рассматриваем как раз таки все воздействующие факторы. Я слышу пока одни плюсы. Не пока, а вообще одни плюсы. То есть, занимаются организацией. Все объясняют. Мне кажется, это хорошо. Я думаю, что... У вас. Я думаю, что да. Я сейчас на седьмой этаж надо понять. Да, я сейчас пойду и предложу, может быть, нам... Девушки, мы желаем вам удачи. Спасибо огромное. Мы максимально сделаем через призму наших объективов, чтобы эта информация распространялась. И все мотивировались и занимались здоровым образом жизни. Ну, хотя бы как минимум. Мы объединялись в группы, а руководители запустились в своих сотрудников. Сотрудники приносили хорошие плоды, экономика росла, и всем было хорошо. Спасибо вам огромное, Девушки. Спасибо. Всем подъем продолжать. Если вы собираетесь на работу, ну, сделайте зарядку и дома, и на работе. И так станет легче. Ох, это грустно так вот. Э-э-э-эй! А, Юра просто сделал зарядку. СМЕХ